Каминай Фильмы Незабываемые По мотивам романа Умберто Оливьери Авторы сценария Умберто Оливьери, Соня Нобро де Мелло, Мануэль Мендоса, Карлос Гонсалес Вега, Марко Тулио Сокор Фильмы также снимались Феликс Лоретто Эрмения Мартинес Амалия Перес-Диас Мария Луиса Ламата Таня Сарабия Хуан Франкис Гильермо Ферран Фредди Галавис Луис Альберто де Моссес Педро Дуран И другие Композитор Франциско Габрухас Оператор Рафаэль Марин Режиссер Тони Родригес Хуан Висенте Монтеро Санчес Согласны ли вы взять в жены Верхинию Калканио Пачано и любить и уважать ее до тех пор, пока смерть не разлучит вас? Да, согласен Верхиния Калканио Пачано Согласны ли вы выйти замуж за Хуана Висенте Монтеро Санчес и любить и уважать его? Это она, Лапеш Врача Скорее, врача Сейчас иду, минутку, пожалуйста Уже иду Извините, письмо от настоятельницы, сеньорите Хасинти Спасибо, сестра, я передам, спасибо Хасинти Виаль Симон возвращается в лаборанку Он знает, кто убил его отца С ним едет Его мать Симоном едет его мать? Что это значит? Боже мой Этого не может быть Ты много мне рассказал про Калканио Думаю, я смогу сыграть свою роль Но Что скажет Хасинти Виаль, когда узнает, кто я? Хасинти знает, что я жив Она также знает, что должна молчать Мы искали убийцу долгие месяцы И все это время хранили наши отношения в тайне Но она захочет увидеть тебя Обнять Это может тебя выдать Не думаю Хасинти понимает, какая нам грозит опасность Она хорошо знает, что такое военный режим Самое печальное, она не подозревает, кто наш враг Максимилиано Монтеро Ты ее очень любишь Я всем обязан Хасинти Она воспитала меня Я вырос на бедной ферме, где недостатка не было только в работе и любви Она отдала себя людям Совсем как ты Я очень счастливый человек У меня две матери И обе прекрасные женщины Впервые ты назвал меня матерью Да, верно Я впервые почувствовал, что ты мне мать Только мать Может сделать для сына то, что ты сделала для меня Я поехала не только потому, что ты мой сын Ты вселяешь в меня уверенность Я знаю, ты добьешься всего, к чему стремишься И я знаю, что цели твои благородны Благородны Я в этом не уверен Я разобью сердце Марии и Тересы Я причиню ей столько боли, что она потеряет веру в любовь Она возненавидит меня Но другого выхода у меня нет Верхиния, дочка Поднимите ее Дочка, ты меня слышишь? Дочка, Верхиния Дорогая Мама Мама Позовите доктора Верхиния, тебе нужно передохнуть Да, надо отвезти ее домой Нет, нет Я себя прекрасно чувствую, мне лучше Ты уверена, ты пришла в себя, дочка Верхиния, любимая, как ты? Все в порядке Мне лучше, гораздо лучше Только не сейчас Прошу вас Не вставайте у нас на пути, месье Калканьо Мадам должна пойти с нами В чем дело? Вы нам мешаете? Дайте моей дочери выйти замуж Не арестовывайте Микаэлу Сейчас, прошу вас Месье Калканье Мы не можем позволить, чтобы она опять скрылась Вы никого не арестуете И не вздумайте приближаться к алтарю Это может плохо кончиться Не вмешивайтесь, мадемуазель Это наша работа Нет, я вмешаюсь Это свадьба моей подруги и моего брата А я дочь губернатора У нас есть разрешение на арест Вы не имеете права, мадемуазель Вот дочка на день Все будет хорошо Не уходи Пожалуйста Господа, вы находитесь в алтаре Полковник, вы сами дали нам разрешение на арест Знаю, знаю Но сейчас свадьба моего сына Никаких арестов не будет Макабео Полковник, вы сами разрешили арестовать эту сеньору Папа, прогони их Я отменяю выданное прежде разрешение В городе военное правление Макабео Позаботься о том, чтобы господа не мешали венчанию Пройдемте, пожалуйста Месье, позвольте напомнить, мы детективы У меня тоже есть полномочия Так что пройдемте Уведите их Полковник Спасибо, папа Максимилианова Продолжайте, Сэлсон Иди к дочери О них позаботится Макабео Капрал Луис Есть Надо обыскать этих типов Слушаюсь Можно продолжать церемонию венчания? Да, святой отец Подойдите ближе Куан Висенте Монтеро Санчес Согласны ли вы взять в Джоны Верхинию, Калканью, Пачана И любите уважать ее до тех пор Пока вас не разлучит смерть? Смотрите, что мы нашли, сержант Интересно В кого они собирались стрелять? Это нарушение международного договора, месье Мы отметим это в нашем рапорте Капрал Проводи господ в полицию Там им самое место Ваши методы непозволительны, сержант? Вы не имеете права забирать у нас оружие И уж тем более арестовывать нас Я и не собираюсь вас арестовывать Правительство города просто хочет обеспечить вам спокойную ночь Мы имеем разрешение центрального правительства вашей страны, месье Здесь правительство полковник Монтеро К тому же в городе военное положение Неподчинение властям Чревато большими неприятностями Вы нам угрожаете, сержант? Нет, я не угрожаю Но из тюрьмы сбежало несколько французов Я подумал, может вам занять их место Это не угроза Пока только предупреждение Капрал, увидите их Слушаюсь Пошли Пошли Поживее Французы проклятые Да, святой отец, я согласна Именем Господа нашего всемогущего Нарекаю вас мужем и женой Муж может поцеловать жену Муж может поцеловать жену Муж может поцеловать жену Продолжение следует Brennan Слава Максимилиана Не знаю, как тебя благодарить Не стоит благодарности, Микаэла Я сделал это ради детей Ради твоей дочери Которая сегодня стала и моей дочерью Продолжайте Иди поцелуй ее в двери церкви Тобой я займусь Спасибо Спасибо, папа Сегодня ты доказал, что я при любых обстоятельствах Смогу с гордостью смотреть тебе в глаза Спасибо Давно ты так со мной не разговаривал Ты давно не поступал Как божество из моего детства Я знаю, достанет день И ты пойдешь к Калтерию с человеком Которого будешь любить И снимешь Наконец черное платье Я и сегодня Представляла себя у алтаря С Симоном Только с ним Дочка красавица моя Вот ты уже и сеньора А я все еще сеньорита Я пойду, а то мама одна У нас будет куча гостей Толорита Если хочешь, можешь остаться До свидания, мой милый ангел Моя красавица Извините А как головка не кружится Вам лучше, правда? Да, Ларита Я никогда себя так хорошо не чувствовала Правда? Да Сеньор Хуан Висенте Будьте с ней поласковее Заботьтесь о ней Хорошенько заботьтесь Извините меня Поздравляю, Верхиния Желаю счастья Хуан Висенте Надеюсь, твоя семья Будет лучше нашей Извините Фунес Поздравляю Спасибо Надеюсь, у них получится то Что не получилось у своих родителей Посмотри на Сэлсо с Микаэлой Посмотри на нас К сожалению, мы для них не пример Любовь не нуждается в примерах Максимилиану Она расцветает на воле Или ее просто нет Нам надо поговорить О разводе Да Я согласна на любые условия Я не буду противиться Не надо плакать, Мерседес Дети смотрят Пусть тебя это не волнует Они подумают, что я плачу от радости за сына А не от того, что распалась наша семья Паджини Паджини Не притворяйтесь, что вы меня не видите Посмотрите на меня Не будьте таким неучтивым Почему вы у нас не бываете? Я? Зачем, синьорита Мемела? Как это зачем? Значит, то, что пишут в газете Правда? Вы мошенник? Не говорите мне про прессу Не упоминайте эту паршивую газетенку Она только тем и занимается Что порочит вашего племянника Великого Симона Вашего покорного слугу И всю нашу труппу Послушайте, синьор Паджини Я предложила вам свою дружбу Каждая статья в газете Заставляет меня плакать от возмущения Я не понимаю Почему вы этого не опровергли? Почему? Почему? Потому что я чужой в этом городе Потому что нас преследуют А унижают Кто будет слушать Альдо Паджоли? Простого импресарио Я Я буду Я хочу убедиться в том, что меня не обманывали Вы знаете, как нам был дорог Симон Нам так больно Когда его называют самозванцем, лжецом А с вами, как они обошлись Это ужасно Правда, что Асусена Годалка Ваша любовница Так говорят Так говорят Мемела, я не позволю Так пишут в газете Все, что написано в этой мерзкой газете Возмутительная ложь Неслыханно Вы прекрасно знаете Что после того, как я потерял Мадлен У меня не было других женщин Не знаю, что и думать А вчера мы получили телеграмму от какого-то человека Который объявил себя Моим настоящим племянником То есть как? А вот так Какой-то человек прислал нам телеграмму И утверждает Что он, Оскар Энрике Мичелена И якобы законный сын моего почившего брата Еще один грязный трюк И кто стоит за всем этим? Тиньор Паджини Как бы я хотела, чтобы вы поклялись на Библии Что Симон Мой Симон Законный сын моего брата Оскара Энрике Калкань Поклясться? Что вы хотите этим сказать? Может, у вас есть какое доказательство Свидетельство Какой-нибудь документ Который бы позволил нам доказать всем И прессе тоже Что Симон реаль Законный сын моего брата Оскара Энрике Калкань Я могу подтвердить только то, что Симон рассказал Морису Но я узнал это совсем недавно Синьор Паджини Мемела Неужели вы тоже поставите под сомнение Слово вашего племянника Симона? Нет Мне все равно Кем был Симон реаль Я к нему сильно привязалась Не знаю, что и думать Синьор Паджини А что если объявится Еще один сын Оскара Энрике Что если у него Есть доказательства Нет Какой ужас Нет Папа, ты уходишь? Да Так будет лучше Вон Висенте и Верхини Уже муж и жена А мне пора В свой новый дом Я хотела об этом поговорить О нашей семье И особенно о маме Дочка, мне надо идти Подожди, папа, пожалуйста Почему ты ушел из дома? После стольких лет жизни с мамой Ты ее оставил Почему? Мэри Тереса В жизни не все можно объяснить Мы с твоей мамой Оказались Как раз в такой ситуации Мы не можем больше жить вместе Это окончательно? Мама любит тебя Она молчит Но я знаю Она сильно переживает Мэри Тереса При расставании Люди всегда переживают Ведь столько лет прожито вместе Но несмотря на то Что мы с мамой разошлись Прошу тебя, не забывай Вас я не брошу Вы мои дети Мне пора Пойми, дочка Хотя нам сейчас и тяжело Я тебя люблю Я тебя тоже люблю, папа Я тебя люблю, папа Я не знаю Жан-Поль, здесь даже опаснее, чем я думал На каждом шагу солдаты Мы уже в городе, уходить нельзя Иди на ярмарку Скажи друзьям Морисе, что я здесь Нет, я не хочу вас бросать Слушай меня и делай, что тебе говорят Если что-нибудь случится, что-нибудь плохое Если меня поймают, беги Понял, малыш? Будьте осторожны Ты тоже Я тебя догоню, иди Будьте осторожны Я тебя поймаю Будьте осторожны Я сама видела, сеньорита Мемелла. Донни Леодоро спит. Ты уверена? Сеньорита Мемелла, ей не хорошо. Она спит. Она не спустится. Жаль, все ее ждут к столу. А лекарство Пиретто ты ей дала? Да, подала сок. Она не заметила, как вы сказали. Какой сок? Я хочу сказать, ваше счастье, это мое счастье. А ты меня покидаешь, дочка. Папа, не надо так, мы же всего на несколько дней. Теперь мы семья. Когда мы вернемся из столицы, мы будем подыскивать себе дом. Правда? Да. Мечта Хуана Бесендес былась. Я так за него рада. Теперь надо только не сдаваться. Это самое главное. Он не сдаваться. Он будет драться. Этот мальчик настоящий, Тореро. Лучший матадор в мире. Мария Тереса, можно с тобой поговорить? Я слушаю, Верхиния. Мне нужна твоя помощь. Поговори с Марко Аурелио. А что с ним? Он почему-то ушел из церкви. Это из-за мамы. Ему было неприятно ее видеть. Он до сих пор не простил ее. Надо же, в день, когда он увидел маму, ее чуть не арестовали. Верхиния, думаю, мне не стоит вмешиваться в ваши отношения. Прошу тебя, Мария и Тереса, вы были друзьями. Поговори с ним. Пожалуйста. Молодец, Карденос. Продолжай в том же духе. Отличная работа. Поскольку Доня Леонора признана недееспособной, суд решит все в вашу пользу. И это произойдет самое позднее завтра. Дон Франциско все перейдет к нам. Ко мне, Карденос. Так лучше звучит. Извините, Франциско де Пауло, я просто хотел... Знаю, ладно, только молчи. Встретимся завтра утром, чтобы окончательно все завершить. Хорошо, Дон Франциско. Можете не волноваться. Все в порядке. Мария и Тереса, не обращай на меня внимания. Я не хочу об этом говорить. Я знаю, почему ты такой грустный. И меня это беспокоит. Никто не знает, какая это боль. Кто может понять отчаяние ребенка, которого бросила мать? Она... Перестань, не надо. Но ты не мучай себя. Сегодня твоя сестра вышла замуж. Не позволяй ненависти завладеть тобой. Попытайся простить маму. Я не помешал. У вас важный разговор? Нет, ты не помешал, Франциско де Пауло. Мы просто беседовали. Мы говорили о Верхинии, о Хуане Висенте, о свадьбе. И о бесстыдной женщине, которую должны были арестовать. Замолчи, Франциско. Марко Урелли, Мария и Тереса. Дом Франциско, прошу вас к столу. Мы признаемся, я влюблен в свою жену. Красивая женщина. Ты не находишь, Кремянник? Да, конечно. Франциско де Пауло. Позволь мне поговорить с Марко Урелли. Ты прав, Сэлсо. Мальчик несколько не в себе. Извините. Ты расстроен. Я понимаю твои чувства. Понимаешь? Пусть все об этом знают. Как ты мог? Почему ты раньше мне ничего не сказал? Пойдем ко мне. Нам надо поговорить. О чем говорить? Нет, спасибо. Все и так ясно. Я лучше пойду на пись. Не дури. Хочешь напиться и сделать вид, что ничего не произошло? Нет. Имей мужество. Пойдем, поговорим. Дамы и господа, все в порядке. Вот почему я ничего не сказал. Верхиния очень переживала из-за того, что произошло с Микоелой. Я собирался рассказать тебе все позже, после того, как она уедет в свадебные путешествия. Зачем она приехала? Что ей надо? Деньги? Ты несправедлив к ней, сынок. Не понимаю, папа. Ты же сам рассказывал про нее ужасные вещи. А сейчас ты ее защищаешь? Я ошибался. Еще одна из моих ошибок, Марко Уори. Так сам с ней и разбирайся. И не втягивай в это дело меня. Не жди от меня понимания. Я привык жить без матери. Она мне не нужна. И прошу тебя, не напоминай о ней. Тебе никуда от этого не деться. Это наша семья. Она твоя мать. Мы не идеальные родители. Мы совершили много ошибок. И теперь от них никуда не деться. Чего ты от меня хочешь? Чтобы я забыл о горьких годах и нежно обнял чужую мне женщину? Она нас бросила, а теперь явилась, чтобы унизить нас. Никто от тебя этого не требует, Марко Уорелио. Сеньора, я бы попросил вас со мной не разговаривать. Конечно. Я не самая хорошая мать на свете, но... И не самая плохая вы просто не мать. И никогда ей не были. Если сюда вы приехали, чтобы укрыться от правосудия, вы выбрали не лучшее место. Я не бегу от правосудия. Я приехала за тем, чтобы мои дети судили меня по справедливости. Я знаю, я виновата, но я имею право на то, чтобы меня выслушали. Я не собираюсь вас судить. Мне все равно, что с вами будет. Когда-то вам тоже была безразлична наша судьба. Мы квиты. Спокойной ночи. Забудьте, что мы виделись. Мама. Добрый вечер. Разрешите выйти. Что случилось, Макебео? У меня приказ припроводить сеньору из лябаранки, дон Селсо. Иначе нам придется передать ее в руки жандармов, которые прибыли из Европы. Чей это приказ? Максимилиано? Он поможет тебе, Микайло. Максимилиано прав. Как губернатор, он не имеет права мешать свершению правосудия дружественной страны. Верно. Вы не беспокойтесь, сеньора. Все продумано. С вами все будет в порядке. Но ехать надо немедленно. Это у ваших интересов. Поезжай с ним, мама. Так будет лучше. Обещаю. Мы еще увидимся. Поехали. Нас ждет машина. У нас мало времени, сеньора. Селсо. Поговори с детьми. Поговори обо мне. Как я хочу быть с дочерью. Извини. Значит, вы брат Мориса? Верно. А вы поджоли? Да. Обманутый поджолей. Морис вам, конечно, рассказал, как они меня провели, чтобы приехать сюда. Они задумали спасти вас. Прекрати поджоли. Возьмите, Жан-Поль. Спасибо. Вы Асусена? Да? Морис мне много про вас рассказывал. Не надо было так рисковать. Это очень опасно. Пришлось. Во-первых, я должен был сообщить вам, что Морис жив. И здоров. Наконец-то добрые вести. В последнее время одни неприятности. С ними все в порядке. Правда? Да. Нас много. Это вторая причина, почему я пришел в город. Нам нужно оружие. Оружие? Зачем? Чтобы с оружием в руках бороться против кровавого режима. Морис с этим согласен? Синьорита, Морис и я, мы оба обречены на смерть в этой стране. А если у нас будет оружие, то мы хотя бы подороже себя продадим. Но нам непременно нужно оружие. Мы едва сводим концы с концами, Жан-Поль. А чтобы купить оружие, нужны деньги. Много денег. Мы мало чем можем вам помочь. Чтобы здесь не случилось, мы первые подозреваемые. Вам лучше вернуться назад. Оставайтесь с нами до рассвета. Но здесь небезопасно. Везде военные патрули. Я понимаю. Как бы то ни было, с вашего позволения, я переночую у вас. Меня никто не заметит. Но я не буду ставить вас под удар. Завтра, рано утром, я постараюсь решить задачу с оружием. Я не могу позволить, чтобы этот фильм и месть Симона привели нас к гибели. Я не могу. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Симон! Добро пожаловать в Казахстан! 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 Добро пожаловать в Казахстан!